ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ог... Марин, подожди, я все могу объяснить ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну нормально, нормально, дай ничего Покажи, покажи еще Слушай, у нее четыре пальца Ну, небольшой вон Ну, так странно И главное, что мне... Я сразу вспомнил этот момент в Гальвенев на флоте Вы мне рассказывали? А у вас там был нежный прапор? Да нет! Который пощечины давал? Нет, просто мы однажды стояли спиной, так сказать, ко всему Ну, в Гальвеневе, в туалете Большей части корабля И я, да, я так с моим сослуживцем Слушай, а что-то они пугали, корябли, корябли Что-то страшное такое, эти вот так называемые детки Тоже видел я и поздоровее Оборачиваемся, а там их пять Пять детков? Да И тут всякие, и поздоровее, и помельче Прямо как я вздрогнул Ладно, друзья, профилактика в классическом и в каноническом составе А Макс Каноненко как? Ничего, Макс интересный В каноническом, да Макс очень хороший Максман нос разбил Так, новости Давай ЕГЭ начали сдавать дети в России, вот что Ужасно и важно Прекрасно А что такое новость? Трудно переоценить значение этой новости для всего прогрессивного человечества Не, ну подожди, начали сдавать ЕГЭ Опять-таки введены беспрецедентные меры предосторожностей Отбирают телефоны, глушат сигналы За размещение С социальными сетями договорились, чтобы социальные сети не размещали результат ответа Как тебя-то это колышет, задает вопрос наш слушатель Серафим из Саратова Меня колышет все важные события в масштабах страны Это не масштабы страны события В смысле? ЕГЭ не в масштабах страны события Подожди Очередная Да ладно ЕГЭ? Вот сколько сейчас школьников сдает ЕГЭ? Стоп, а угадай, что значит Е? Единый А сколько ЕГЭ? Государственный Государственный АЭ? Экзамен Это по определению просто исходя из аббреватуры? Кавышет всю страну Нет, у нас страна 140 миллионов Молодец Постепенно сокращается, к сожалению А школьников всего там сдает сколько? Миллион На самом деле это простая арифметика Да, простая арифметика Смотрите, значит смотри Сколько школьников? Просто посчитаем Сколько людей в стране волнует ЕГЭ? Давай Не обсчитайся 880 тысяч Да? Ну это школьники Хорошо Родители Родители Плюс еще миллион семьсот Ну хорошо Он какой-то... Сколько здесь? Возьми ровные семьи тоже считал Так Ладно Миллион семьсот тысяч Бабушки у них Бабушек тоже волнует Ну ладно, бабушки давай Бабушки волнуют И дедушки Еще миллион семьсот 3 миллиона четыреста тысяч 3 миллиона четыреста тысяч Нет, ну даже не у всех бабушки С двух сторон Это бабушка и дедушка Бабушка и дедушка Ой давай Ну нам виноват Не докапываться Не станет Мы же... А что? Я, я... я с собой согласен Хорошо, 3 миллиона Так, 3 миллиона 400 тысяч, так? 3 миллиона. 3 миллиона. Хорошо, хорошо, хорошо. Кто еще? Ну, братья и сестренки, у которых отнимают еду и тратят на репетиторов вот этим вот 880 тысяч. Ну, кстати, ты иронизируешь, на самом деле, репетиторы в пору ЕГЭ остается столько, что в пору действительно от еды отказываться, ради того, чтобы ребенка выучить. Так, 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 так. Что еще? Ну, кого он? Участеля, работники вузов, репетиторы. Работники вузов. Репетиторы. Ну, то есть, они же репетиторы. На миллион. Вся сфера образовалась. Учителя школьные. Ну, это громадно. Ну, 2 миллиона человек. Какие 2 миллиона человек? Я думаю... Ну, подожди, на 880 тысяч школьников сколько нужно учителей? Нет, ты не забывай, что учителя в это время, они учат еще остальных школьников. Те учителя, которые имеют отношение к этим 880 тысячам. Вообще вся учительская сфера волнует. Миллион. Пиши. 5 миллионов учителей. Вы что, с ума сошли? Нет, конечно. И преподавателей вузов, учителей, конечно, 5 миллионов. 2 миллиона. Нет, 2 миллиона. Да напиши 3, Илюх. Хорошо, 3 миллиона. Что еще? Сотовые операторы. Сотовые операторы. Весь штат. А их-то как волнует. Их глушат. Их глушат, они теряют прибыль. Нет, 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 друзья, это бред. Нет, ну, что, что бред? Друзья, мы будем глушать ваши сигналы в огромном количестве точек Москвы. Стоп, стоп, друзья, стоп. Мы считаем это же в людях. Да. В людях. Зачем тогда мы в сотовых операторах? Нет. Складывай. Да это надо калькулятор быстро. А вот в студии профилактики первого человека, который не сдал бы ЕГЭ. Шесть миллионов. Так, миллион двести сорок тысяч, это семь двести. И миллион семьсот. Это девятьсот, семь девятьсот, восемь, ну, девять миллионов человек. Девять миллионов человек в стране волнуют результаты ЕГЭ. Это даже не 10%, друзья мои. Ну, слушай, еще... Это даже не 10%. Девять миллионов человек это ужасно много. Это вся Москва. Евровидение смотрело шестьдесят, по-моему, миллионов, или семьдесят. Нет, еще... Это девять миллионов человек, это меньше Москвы, друзья мои. Ну, что, я вас умоляю. ЕГЭ важная тема. Давайте дальше. Еще есть интересная тема. Подожди, еще огромное количество работодателей волнует это, которым важно, какое новое поколение. Хорошо, десять миллионов. Десять миллионов человек. Десять миллионов, вот, подведем чек. Нет, неправильно. Да вообще это тема, слушай, стоп. Каким вырастет новое поколение должно волновать всех. Мы, терминологически, совершенно неправы. Почему? Потому что мы считаем, сколько людей вовлечены, а декларируем, что мы считаем, сколько людей волнует, сколько людей касается. Касается, безусловно, каждого. Сто процентов. Касается Олега, касается тебя. Меня-то как касается? Тебя. Как касается меня? Очень правильно. Кого-то будет через 10 лет, когда ты будешь начальником, кого-то будешь нанимать. С таким подходом не станешь, конечно. Но если вдруг станешь, то, конечно, тебе с этими людьми работать и жить. Понимаешь, от уровня их развития, от широты их взглядов. От их эрудиции, тебе поменяешь, зависит твоя карьера в том числе. Они будут твоими сотрудниками. Ты с ними будешь строить новый мир счастливый. Ну, от этого ЕГЭ, ну, мне как бы и горячо не холодно. Раньше сдавали экзамены, теперь сдают ЕГЭ. В принципе, хоть какой-то барьер для поступления в ВУЗы есть. В смысле, хоть какой-то барьер? Подожди, вообще, ну, абсолютно другая система там. Ну и что? Что? У меня, как жителя страны, государство заботится об этой системе. Ну, тебя волнуют, вообще, люди следующие поколения получают в этой стране образование хоть какое-то? Или, не знаю, занимаются формализмом, скачивают ответы в интернете и прочее. Я понял, мы кретины. Почему? Ну, потому что мы примерно 5 часов обсуждаем, стоит ли нам обсуждать ЕГЭ. А. И в этом смысле, действительно, любое решение лучше не решительности. Может, тема перегрета, подожди, правда? На самом деле, и с ЕГЭ то же самое, я уверен. Потому что жаркие дискуссии ведутся же не один год вокруг ЕГЭ. Причем люди не стесняются выражения. Кто-то полагает, что ЕГЭ это то, что... Я видел на днях картинку. Масоны нашептывают Дмитрию Менделееву рецепт водки, чтобы споить русский народ. Масоны злые, с острыми зубами, а Менделеев сидит и зубит. Так вот, есть ощущение, есть подозрение, что масоны на шпитале Фурсенко ЕГЭ. Вот. Вроде такие слухи. Есть противоположная точка зрения. Чтобы сучить русский народ. Да, что, мол, хватит заниматься ерундой. Хватит перекладывать смыслами каждое движение, как русским это свойство. Хватит вот этого экзистенциального пьянства широкого смысла. Хватит коррупционную составляющую по сфере образования вот туда сюда таскать. Оставьте ее уже в предсказуемом месте. В вузах они были? И отстаньте. Оставьте там. Потому что есть такая точка зрения, что действительно, что школа, высшая в том числе, должна рожать decent members of society. То есть полноценных, нормальных, средних членов общества. Гении пробьются, понимаем в чем дело. А все остальные пусть просто будут нормальными. Нормальными. Есть такая точка зрения, я ее не разделяю. В общем, друзья. Сейчас Фурсенко ушел же ведь, а ЕГЭ осталась. Ну да, это, знаешь, обратно, когда клоуны ушли, а цирк остался. Все тот же самый. Я сейчас не... Нет. Нет, просто обращаюсь. Ну, явно будут сдавать люди ЕГЭ. Явно появятся, не знаю, 5, 10, 20 людей, которые за школьников будут писать ЕГЭ. Этот скандал будет раздуваться. Кто-то сдаст, кто-то не сдаст. Кто-то поступит. Ну, все это будет ЕГЭ. Знаешь, как собака лает, караван идет. Просто всем, кто сдает сегодня, завтра и в следующие дни, хочется пожелать... Удачи. Да, удачи. Не, нифига не, вы удачи. Вы сейчас с ума сошли. Пусть победят сильнейшие. Какой удачи? Если мы сейчас всем пожелаем удачи, все поступят, все будут учиться. Нифига. Действительно, целая нация с высшим образованием. Умные, научные, начательные. У нас вон высшее образование. Институт туризма и гостеприимства. Это тоже высшее образование. Друзья, Анатолий, представьте, при своем мнении мы... Это, мне кажется, бессмысленный спор, потому что самое главное, что мы вынесли из школы. Вы вспомните, ты помнишь число ПИДа какого знака? 3,14 до 2-го. Я помню до 8-го примерно. Но это не важно, потому что самое приятное, самое волнующее, самое пронзительное, вот это ощущение, от которого так сосет подложечка приятно и как-то теплеет в паху, это, конечно, первое знакомство с тычинками и пестиками. Правда? И как раз, собственно, первое испытание ЕГЭ, оно как раз по биологии. Ну ты же биофилл. Это не просто удача вам, а счастье. Вот так и скажу. Так, ну, естественно, была сложная довольно неделя, потому что взгляды, как мы это называем, прогрессивного человечества были прикованы к сразу же нескольким важным мероприятиям. К турниру по теннису, естественно, к Евровидению. Где блистательно. Частично. Ну как частично, он, Илья, ацетировал цифры. И, конечно, Каннскому кинофестивалю. Да, Каннский кинофестиваль. Куда интереснее, чем Евровидение. Мне кажется, кстати, аудитории вот всех тех трех мероприятий, которые на зал вообще не пересекаются, мне кажется. Наверное. Но, тем не менее, они друг от друга что-то слышали. Они слышали, что есть параллельный мир. Так сказать, фанаты Евровидения слышали про Канна и наоборот. Короче говоря, мы знаем Антона Долина, который на протяжении всего Каннского фестиваля работал, где бы вы думали, в Каннах. Леш, а что ты мастеришь? Все нормально, не отвлекайся. Так, Антон Долин работал в Каннах. Выходил с нами постоянно на связь, прямую, на радио. И сейчас пришло, на Вестях ФМ, сейчас пришло время пригласить его в нашу телевизионную студию и поговорить про фестиваль. Привет, Антон. Салют. Ты такой, посмотрите, такой интеллигентный, такой европейный. Мне кажется, она слегка загорела, хотя бы говорила, что погода так себе. Это все неправда. Что, сюда? Да, садитесь туда. Машинка. Так. Хорошо. Давайте начнем с единственного, или почти единственного русского... А, нет, еще таисия Игуменцева, извините. Ну, начнем давайте с Лозницы, если вы не против. Да, с удовольствием. Расскажи мне нам про Лозницу. Ну, Лозница сделал фильм, называется «В тумане». Лозница – это очень интересный режиссер. Он для Европы и для большинства русских, к сожалению, тоже такой молодой режиссер. Вот вторая картина. На самом деле, он очень... Он украинец вообще? Ну, я не хочу-то это в пятой графе копаться. Он живет в Германии. Паспорт у человека есть? Да. У него немецкий паспорт. Это русский человек. Он успел жить, учиться и работать, если я ничего не путаю, на Украине, в Белоруссии и в Санкт-Петербурге. На питерской студии документальных фильмов, большей части документальных, знаменитых картин сделано. Поэтому, ну, как бы, мне представлять, что в сегодняшнем, как бы, мультикультурном, простите за выражение, мире, национальности, она определяется языком и культурой. С этой точки зрения Лозница 100% русский, и даже смешно было бы об этом говорить. Точно так же, как для меня, простите, и Василь Быков, хотя многие его произведения переведены из белорусского на русский, это тоже русский писатель. Хотя, повторяю, советский, русский, это уже мы в какие-то дурацкие определения. Главное, что это выдающийся писатель, а Лозница очень талантливый режиссер. Но это те же споры, которые с Фаустом были в прошлом году. Нет, просто тем, как это называется, вопрос, какая-то ирония судьбы. Потому что, видите, Лозница живет в Германии и трудится, паспорт у него немецкий. Антон говорит про мультикультурализм. А в то же время лидер Германии заявил с печалью на лице в прошлом году, что, так сказать, о полном и, безусловно, провале проекта мультикультурализма европейского, по крайней мере. Ну, это так, слово. Бог с ним. Все, фильм «В тумане» хороший фильм. Мне понравился. Он немножко, не хочу говорить уродливое слово, испорчен. Но, скажем, чуть-чуть искажено то, что мы ждем от фильма драмы камерной о войне про трех всего персонажей. Да, повесть «В тумане» Василия Быкова напоминает. Двое партизан идут в деревню казнить предателя. Там троих железнодорожников, путевых обходчиков за диверсию повесили. Он был с ними, его выпустили. Выпустили, значит, он их сдал. Вероятно. Он говорит, что не сдавал, никто ему не верит. И вот приходят двое партизан, чтобы его расстреливать. Ну, понятно, что расстреляют, потому что у него нет никаких доказательств, свидетелей, кроме немцев, которых допрашивали. Но они идут в лес, и там начинают разворачиваться действия, некие события, не буду рассказывать. В общем, ситуация похожа, наверное, на повесть «Сотников» и великий фильм «Восхождение». То есть ситуация морального выбора. Когда человек-то или нет, ты сам должен себе доказать, а окружающие страны тебе спасибо не скажут, если ты человек. Потому что, скорее всего, умрешь. Ну, ситуация, которая на войне, я полагаю, довольно реально существовала. Василий Быков, переживший многое из этого, наверное, знал, о чем писал. Мне кажется, очень здорово сделанный фильм. Он сделан очень холодно, очень математически. Это как некая математическая формула, показана некая формула порядочности внутренней. И мне очень это понравилось. Порядочность не как то, что вот, как мы русские привыкли, да, вот если душа у тебя честная, то и парень ты классный. Отличный, да. Да, а вот то, что просто жить можно, если ты совершаешь хорошие поступки, а если плохие, то ты не будешь жить. И все на самом деле. Хотя в конечном счете убрут все равно все. Эта ситуация, имеющая прямое отношение к войне, это очень здорово сделано, очень сухо, спокойно, медленно, но совершенно не скучно. Действие все происходит в лесу и уложено все это в 72 длинных плана. Как бы 72 кадра, 72 монтажные склейки. То есть очень длинные, сложно сделанные сцены, они в лесу сделали рельсы, чтобы камера плавно двигалась, это некая живая репортажная камера с плеча. И, ну, не то чтобы какие-то знаменитые, в основном молодые, малоизвестные актеры, очень здорово играют эти главные роли. Причем забавно, что актеры более известны, например, наша Надежда Маркина, которая в фильме «Елена» играла у «Звягинцев», они там маленькие-маленькие ролики играют, появляются на несколько реплик и исчезают. Вот, а в центре трое артистов менее известных. Они наши, русские артисты? Наши артисты, ну, Влад Абашин. Влад Абашин, например, играл в фильме «Жила-была одна баба», одну из главных ролей. Другой актер родился в Белоруссии, закончил ГИТИС, и сейчас он стажер в театре у Петра Фоменко. Вот. Третий актер, если я не ошибаюсь, театральный актер из Екатеринбургского театра. Соответственно, вот такие вот актеры. Мы, кстати, не сказали, что, собственно, наш интерес плазнится не только потому, что он вроде как русский режиссер, а потому, что он еще и получил приз. Приз от критиков, жюри критиков Фипреси дал ему приз. Это очень хороший жюри параллельный. Когда-то, не знаю, вот Фипреси, например, приз давали там Андрею Рублю. То есть многие замечательные фильмы, не получавшие от основных жюри призов, получали призы именно Фипреси. Так что это, ну, престижный, серьезный. Фильм выдающийся, интересный, студия, вот, по твоим словам, а мы прислушиваемся к ним. Прокатчики закупили? Да-да, у него есть русский сопродюсер, поэтому железный будет прокат здесь, но когда и как, пока не знаю. Когда и как, и кто про него вообще узнает, тоже непонятно. Не-не, мы как-то уже узнаем, чего вы. Обязательно. Скажи, пожалуйста, есть еще одно русское имя, которое сейчас вдруг заблистало. Как же вдруг девушка, по-моему, там, 22 года или что-то там? Ничего себе, 22 года, это, по-моему, не вдруг? Ну, а найди, как зовут ее еще раз? Это девушка, значит, выпускница в ГИК, которая сделала там дипломную работу. Ее преподаватель был Алексей Учитель, ей очень повезло с этим, потому что она человек влиятельный. Ее вообще не хотели аттестовывать, потому что она фильм, ее называется «Дорога на». «На» — это вот на те самые, в общем, три в основном буквы, которые все мы хорошо знаем. Этот фильм, который начинается с ненормативной лексики, ей же и заканчивается, очень не понравился, конечно, тем, кто оценивал эту работу в ГИКе. Они сказали, девушка, это же девушка, как же ты можешь так, нехорошо. Она как режиссер, как германика, может, ничего. Четверку натянули с трудом, а германика без в ГИКах обошлась. А она взяла, и как студентам свойственно, в студенческий конкурс Каннского фестиваля на соискание послала диск. А им понравилось, они взяли. А президенту жюри, прекрасному режиссеру Жану Пьеру Дардену, одному из двух лауреатов, дважды лауреатов золотой ветки в 21 веке, он был президент жюри этого коротковитажа, очень понравился кино, он дал первый приз. 15 тысяч евро прилагается, но важнее этих 15 тысяч евро, значительно важнее. Другое, то, что когда он снимет полнометражный фильм, Канны обязательно его посмотрят, и если он будет неплохой, они обязательно его возьмут. И так вот делаются судьбы на самом деле. То есть тропы заложен. Вот в том-то деле, что мы сейчас присутствуем при рождении, так сказать, предварительно, как делаются судьбы. Потому что вот была девочка неизвестная, сняла это в кино, ба-бах. Вот, а фильм очень, на самом деле, классный. Он про молодых, значит, ну, он клерк, а она кассирша в каком-то магазине, условно говоря, товаров для дома. Они ведут довольно жалкую жизнь в московских новостройках, снимают какие-то комнаты. А отрываются они вот как-то вот в свою внутреннюю свободу. Выражаются следующим образом. Они ночью приходят во двор спящих какой-то многоэтажки и начинают во весь этот двор орать, оскорбляя всех там спящих людей, нецензурными, страшными словами. И чувствуют себя свободными и счастливыми. Даже если выходят злые мужики, начинают их всех избивать. Вот. И на почве этого они находят любовь друг с другом. Фильм длится полчаса. Очень забавно и обаятельно. Слушай, а кто же в Вавгике-то работает? Если каннское жюри их признает, а в Вавгике уже... Может быть, да, у нас устарела вообще вся структура кинообразования. Друзья, ну посмотрите на наше кино, все ответы вы получите сами. Не, ну слушайте, ладно, потому что я слышал, что, скажем, второй приз, или как он там называется, гран-при жюри, да? Как он назывался? Реалити-шоу или реальность? Реалити. Хороший фильм, мне понравился. Ну вот, я считал, что резко отрицательные отзывы критиков. Не возможно, чтобы все сказали, какое гениальное кино. Ровно половина людей скажет, что это редкая, безусловная, дорога на... То место, куда она ведет, да? А кто скажет, что это шедевр бесконечный? Да, только так. На самом деле, в этом году довольно интересно закончился фестиваль. Кроме главного фильма, фильма «Любовь», который получил «Золотую пальмовую ветвь», прекрасный совершенно фильм, жюри действительно выдало компромиссное решение. Ну, как на любом фестивале, там были фильмы такие резко, радикальные, стенские, сумасшедшие, мало кому понятные, включая тех, кому они нравятся. То есть людям нравятся, но они не понимают, что происходит на экране. Вот был такой фильм, фильм «Пост тенеброс люкс», то есть «После тьмы свет» мексиканца Карл Сариган. Ему дали приз за режиссуру. Понятно, что сторонники вот такого вот кино, они возрадовались. А остальные... А какого такого? Я слушаю колонку на «Вестях», и ты говорил, что это какое-то странное и радикальное кино. Странное. Странное, но, во-первых, оно очень живописное. Во-вторых, я люблю, когда кино как ребус, когда нужно его разгадывать. Я не люблю банальности. Мне нравится, когда есть некая загадка в этом. Загадка, безусловно, есть. Снято очень красиво. Там есть, например, сцена, я люблю видеть в кино, чего я никогда не видел. В фильме «Рейгадос» есть сцена, когда человек от отчаяния сам себе отрывает голову. Я такого никогда не видел. Я был совершенно в шоке, зал хохотал в этом шоке тоже. В конце они освистали этот фильм, я лично аплодировал. Но, с другой стороны, к чему я это говорю? С другой стороны, есть фильмы. Руками это делают? Руками. Простите за спину. Подожди, подожди, подожди. Друзья, обдумайте. Ни в коем случае не пытайтесь повторить это дома, и мы через 90 минут не вернем. Вот. Антон Долин, кинокритик. Наш коллега сегодня рассказывает нам о Каннском фестивале, о своих впечатлениях относительно, ну и фестиваля, и кино. Пока мы только про кино говорили, я думаю, что впечатления о фестивале нам будут, может быть, чуть менее, но все-таки очень интересно. Сейчас я хотел просто вот... Давай закончим про фильм тут. Да, говорить, да, что с одной стороны вот такое дикое кино, с другой стороны, по-моему, в фестивале есть компромиссное кино, которое нормальный человек, ничего не знающий про эти имена режиссера, про Каннский фестиваль, просто увидит в кино и тоже порадуется, посмеется. Есть комедия, есть мелодрама, это все тоже там встречается. И вот фильм «Реальность» Мата Угарона, хорошего итальянского режиссера, именно такой фильм. Это фильм про неаполитанского рыботорговца, который неожиданно попадает в отборочный тур реалити-шоу «Большой брат». И дальше он сходит с ума, потому что он мечтает туда попасть, хотя до этого об этом никогда не задумывался. Но ему что-то не звонят. Ему начинает казаться, что везде скрытые камеры следят за тем, хорошо ли он себя ведет, достаточно порядочный след, чтобы взять его в эту передачу. Он продает свою рыбную лавку, раздает бедным всю свою мебель, а его все не зовут и не зовут. Это очень здорово, и к тому же актер, который там сыграл, человек, который на 20 лет, по-моему, за убийство сидит в тюрьме. Реально? Абсолютно реально. В этой тюрьме, он давно туда сел, ему еще на 10 сидеть осталось. В этой тюрьме он стал играть в любительском театре, и оказалось, что невероятный талант, он звезда этого театра. Туда приходят все, и пришел режиссер Гарона, обалдел, и договорился с руководством тюрьмы, его выпустили из тюрьмы на съемке фильма, это его первая роль в кино. Фильм «Реальность» уже поэтому интересен. Классное кино, но те, кто любит про отрывающуюся голову и так далее, они такого кино не переносят. Им кажется, что это попсово. Слишком, слишком просто попсово неинтересно. А те, кто любит попсово, они не любят, когда вот такое вот снимают. И жюри наградило и тех, и других. И с одной стороны это мудро, с другой стороны все недовольны. Все недовольны, потому что какой-то цельной картины мира и кинематографа из этих призов не сложилось. Кроме, я повторяю, главного фильма, фильма Михаила Ханек и «Любовь», абсолютно безупречного, который получил главный приз, который, мне кажется, 90% тех, кто был на фестивале, очень понравился. А почему? Это компромиссный тот же вариант, который всех устроил? Или, наоборот, бескомпромиссный хороший фильм? Это просто настоящее искусство. Настоящее высокое искусство, настолько безусловное в своем приближении к каким-то высоким образцам. Простите за такие слова. Но вот фильм называется «Любовь». Вдумайтесь. Ну, казалось бы, куда банальней. Это фильм про любовь. И я стал думать, какие за последние 20 лет снимали большие настоящие фильмы про любовь. «Любовь в большом городе» первая, вторая часть. О-о-о-о, именно, именно. Где они? Вот там главная роль Жан Луи Трентиньян, ему 82 года. Он играл когда-то в выдающемся фильме «Мужчина и женщина», например. Много-много лет тому назад. Фильм про любовь. Да, фильм про любовь. Это было в те времена. А рядом с ним тут 84-летняя Эммануэль Рива. Она играла в фильме «Хиросима. Моя любовь». Это были времена, когда французское кино, итальянское кино, американское. Были великие фильмы про это. Сейчас это очень трудно себе представить. И вот про двух старичков, пенсионеров, профессоров бывших, музыки, которые живут вместе, много лет живут, у них же все рутин, и с ней случается инсульт, а он за ней ухаживает. Все, в фильме больше ничего нет. Это невероятное, пронзительнейшее кино. Невозможно отворяться от экрана. Я просто обрыдался за время этого просмотра. При этом там нет никакой сентиментальности дешевой, какой-то закадровой музыки, ничего такого. Это так сыграно и сыграно. А слезы наворачиваются, скажи. Да. Да? Это очень, по-моему, круто. Это вот высокий пилотаж. И я уверен, что этот фильм, ну, в цивилизованных странах, надеюсь, что Россия к ним тоже относится, на уровне вот такого кино еще и прилично денег соберет. Потому что он совершенно никакой не интеллектуальный фильм. Он про то, что переживают свою жизнь, к сожалению, абсолютно все. Слушай, Антон, подожди. А вот то, что так мало снимают реальных, интересных, качественных фильмов про любовь, это приметы именно нашего времени? Мне кажется, да. Было всегда. Чем это вызвано? Каким-то моральным упадком отростковых людей? Да, я не социолог. Это надо быть не кинокритиком, а шире понимать ситуацию, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, как Умбертека написал еще 30 лет назад в своих прекрасных заметных на полях имени Розы, что вот сейчас нельзя сказать просто «я тебя люблю». Сейчас это надо закавычить, надо сказать «ну вот как принято говорить в таких случаях, я тебя люблю». Вот эти признания в чистом виде, их очень трудно сейчас им вернуть, какую-то непосредственность, чтобы они звучали не фальшиво, не пошло. И надо быть большим художником, чтобы это сделать, особенно в кино. И вот, мне кажется, у Ханаки получилось. Не, ну просто мы стали, так сказать, я-то могу объяснить, я, конечно, ни в коем случае себе на себе, так сказать, не примеряю итогу философа, но мне кажется просто, когда люди долго, как бы сказать, в чем-то изощряются и стали действительно изощрены, конечно, кажется дикой банальностью, ужасным общим местом, не отражающим всей глубины и многоуровневости и многообразия того, что ты хочешь выразить. Поэтому, естественно, ты кавычишь. Ну, в общем, как принято говорить в таких случаях, имея в виду, что на самом деле, да? Ну и так далее. Ну, что сделать? Ну, каждый из нас сплошное общее место. Ну, так устроен мир, так устроены люди. Вот, это тоже общее место, но это факт. Иначе бы не было такого, что кто-то, какой-то человек из своей души вытащил некий фильм, и вдруг еще там, не знаю, еще 100 тысяч человек, это тоже стало интересно. С какой статей им стало это интересно? Потому что эти вещи общие для всех. Ну, надо просто искать те художественные формы, которые позволят это выразить. Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот Михаил Ханек, он же наш современник. Да. И он же, так сказать, не с Марса упал и забабахал этот фильм. Не с Марса, но он интересный человек, который медленно к этому шел. Он начинал совершенно провокационных фильмов. Помните, был такой фильм «Забавные игры». Его довольно невыносимо смотреть. Провокационный фильм про то, что такое насилие. Очень холодно сделанный. А предыдущего фильм «Белая лента», по-моему, был, ну, великой фильм. Мы слышали, что с ним произошло. Вот. Человек вырос в очень большого, серьезного мастера уровня, я не знаю, там, Бергмана. Вот таких мастеров, мне кажется, давно уже новых как бы не рождалось, не появлялось. Это круто. Наконец-то мы живем, вот и являемся современниками таких великих людей. Потому что я все время завидовал людям, которые в Феллине жили. Всегда все современники какого-то великого человека. Нет такой секунды на планете, когда ты не являешься современником какого-то великого человека. Это аналог Бергмана, а скажи, аналог Феллини есть? Нет, аналог Феллини есть. Кстати говоря, вот этот фильм «Реальность», ну, конечно, там до уровня Феллини далеко, но это попытка сделать так, дать Феллини. Потому что когда показывают, что это не Аполь, они там рыбы торгуют, такая семейка эти, толстые какие-то тетки, племянницы, очень все это смешно. Ну, в общем, как-то пытаются в ту сторону вернуться. Ну, не Феллини. Понятно. Два слова буквально. Вот мы про кино поговорили, я думаю, что вот это было ужасно полезно, и не говоришь про то, что очень интересно. Пару слов про фестиваль. Потому что вот как меняется кино, примерно понятно. Мы не можем констатировать, куда именно это идет. Потому что куда-то идет, это видно абсолютно точно. А еще на фестивале. Вот, посмотри, с позапрошлым годом ты же на все фестивали ездишь? Ну да, я 13 лет уже ездил. 13 лет. Вот скажи, пожалуйста, как фестиваль сам меняется? В первую очередь дождь. Русский дом, икра или что-нибудь другое? Нет, ну, рынок очень сильно развивается. И то, что мы с момента открытия «Русского павильона» стали еще неактивными участниками этого рынка. Есть специальное такое место, отдельное. Это кинорынок, это не совсем фестиваль, но это часть КАН. Да, что там все время толчется какой-то народ, какие-то проекты обсуждают, как продукции, что-то подписывается, смотрит презентацию каких-то новых русских фильмов. Это интересно. То, что вообще фестивали существуют, это не для чистого искусства. Это для того, чтобы торговать кинематографом по всему миру, чтобы его показывать. Просто голливудские студии сами умеют это делать. А кино из остальных стран мира, особенно арт-кино, им уже трудно этим заниматься. А приедешь на фестиваль, пресса напишет, будет скандал, дадут приз, всем интересно. Купят, покажут. Как рынок он работает безупречно. То есть это абсолютно коммерческое предприятие, но связанное с коммерцией высокоискусства. Это как аукцион, где торгуют каким-нибудь мунком, продают его за страшные деньги. И это коммерция, но мунк от этого не становится как бы меньшим гением, правда? Скандалы в фестивале были? Ну, такие громкие, вот типа. Я не видел скандалов, но было бы неожиданное явление Николь Кидман в совершенно непотребном на экране. Так она очень хороша с собой была на красной дорожке. Видя, она сыграла такую, ну не знаю, маникюрщицу-парикмахершу из американской глубинки 60-х годов. Как фильм называется? Фильм называется «Газетчик», в коротких платьях, с невероятным таким макияжем, вырви глаз. Есть сцена, от которой, ну не знаю, вот мне кажется, Шерон Стоун покраснела бы. Там сцена примерно такая же, как у Шерон Стоуна в основном, в полицейском участке, только еще в тюрьме это происходит. Вот, Николь Кидман выдающаяся актриса, мне кажется, она давно ничего такого яркого не играла. Хотя сам фильм при этом так. Ты же у нее, я видел, брал интервью там. Да, я пообщался с ней, очень понравилось. Скажи, она клевая? Да, хорошая. Да, ездил в Канны, пообщался с Николь Кидманом. Я к Крузу сейчас обращаюсь. Нет, ну честно говоря... Кузнаешь локти? Да, да. Меня больше, не поймите меня неправильно, впечатлило общение с человеком, с которым давно охотился, с точки зрения интервью. И наконец с ним пообщался, Бернардо Бертолуччи. Вот, Антон, что там было, старик сделал новый фильм, впервые за... Посмотрите на наши лица, Антон, на Лешу, на мое. И вот это классическое выражение лиц, когда человек делает вид, что он понимает о ком речь. Почему? А в голове вот эта мучительная работа мозга, мозга, мозга. Это известный человек. «Последие танка в Париже», 20 век, многие другие кинокартины. Великий режиссер на кресле-каталке электрическом. В шляпе? В шляпе абсолютно. Полон оптимизма, жизнерадостный. Сделал отличный фильм с двумя начинающими актерами, никому неизвестными, шикарно сыгравшими. Все действие происходит в подвале. Это сумасшедшие, там же про молодых ребят, которые... Там про мальчика-эскаписта. Мальчик сказал маме, что он едет в горы кататься на горных лыжах с классом. Мама счастлива, естественно. Он ей звонит, говорит, мам, клево, тут здорово, сегодня покатались, тут такие горы красивые. На самом деле мальчик не пошел на автобус, а со своим рюкзаком пошел спрятаться в подвале того дома, где, собственно, живет у мамы на четвертом этаже. И там он и отсиживается эти две недели, и ему там очень хорошо. С ним его любимые домашние животные муравьи. И вместе они там с ними живут. Потом к нему приходит его сводная сестра. Она наркоманка, поэтому он там укрывается в этом подвале. И они подружились, и как-то нашли общий язык. Ужасно нежное, милое кино, отличные актеры. Вообще Бертолуччи удивил меня, честно говоря, очень приятно. Слышишь, 71 год снимать про молодых сколько-нибудь там, несовершеннолетних ребят. Слушай, я тоже вас спрашиваю, как вообще вы в себе находите это? Говорят, мне всегда было интересно, молодые. Посмотрите фильм, пожалуйста, Вики Кристина Барселона. Пожилой. Все смотрели. Вуди Алину, так я и говорю, снимает фильм про такие удивительные штуки. Это только мы, мы все время на Руси говорим постоянно. Говорят, ну конечно, фильм плохой, но режиссеру уже 53 года. Ну как вы хотите, чтобы 30 лет на этот хороший снимал. Сейчас уже ему на пенсию пора. Посмотрите на Европу, посмотрите на Америку. Эти 80, 90, 100-летние иногда люди снимают отличное молодое энергичное кино. В полном порядке. Может быть дело в экологии. Что-то они... 15 правильно надо. 15 правильно. Слушай, а здесь же отличное кино, про которое ты нам уже говорил. Вот последний вопрос, просто несколько слов про него. Про трех гопников, которые вдруг неожиданно уникли элитным виском. Шикарно. Можно еще раз скажи, это формирует Кантона долина? Американские гопники? Нет, английская гопники из Глазго. Они еще говорят на таком супер, значит, английском языке, что фильм показывает, спасибо организации Каннского фестиваля, показывает с английскими субтитрами. А, ну то есть там ничего не переводится с английского на английский. С английскими субтитрами. Вот, шикарный фильм, актеры все тоже начинают. Извините, пожалуйста, я хочу, чтобы все услышали эту формулу. Три, это, как это, копирает Антона. Три гопника из Глазго внезапно увлеклись элитным виски. Ну это так и есть, действительно. Причем дело в том, что это, я уже тогда расскажу, значит, гопники, действительно, их приговорили к общественным работам. И у них есть куратор. Они там, не знаю, чистят могилы на кладбище кем-то заплеванной, подметают улицы, красят какие-то общественные заведения. А он с ними подружился, этот куратор, он одинокий мужик, и он увлекается виски. И он их везет на, значит, эту дистиллерию куда-то, чтобы показать, как делается виски. Они никогда в жизни вообще-то виски не пробовали. Они в основном пивом и какой-то там еще сивухой развлекаются. Им кажется, что оно пахнет клопами. Но потом, неожиданно, они открывают для себя эту вселенную, что это целый мир, что там какой-то виски стоит там несколько миллиардов, за ним кто-то охотится. Им становится это интересно. А сивулет вокруг того, как они хотят поправить свои дела, украв из самой редкой бочки несколько бутылок редчайшего виски на земле. Не рассказывай, не рассказывай. Все, 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 ничего больше не рассказываю. Как называется еще раз? Доля ангела. А знаете, что такое доля ангела? Это то, что испаряется. Два процента виски, которые через поры дерева испаряются. Это называется доля ангела. Обязательно смотреть. Там на самом деле есть крутые фильмы. Вы говорите, как приятно. И про кино узнаешь. Да почти как съездил. И про Николь Кидмон. Еще про виски. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, мы счастливы приветствовали в студии профилактики музыкальную группу Старый Приятель. Он скажет, нашего старого приятеля. А, это был бы Старого Приятеля. Музыкальную группу Старого Приятеля. Можно еще раз записать группу Старого Приятеля? За шучу. Нашего старого приятеля Александра Зарецкого. Вот представьте, группа была в 95-м году основана. Да. Мы считаем 96-й год, потому что с выходом... До сих пор по инерции говорят мы. Ведь их было 11. Посмотрите, пожалуйста. 2012 год на дворе. Вы имеете в виду балет, который с нами выступал всегда, да? И балет тоже. Тогда больше. 16. Да. Минимал. Вот. В 96-м году. Мы потом избавились от балета, потому что неудобно возить, особенно в поезде. Когда мы посчитали, вот 11 человек, если на 4 разделить, приходится брать еще одно купе. И там девушкам, которые балетом занимаются, еще подсаживают, ну, обычных, вот, людей, которые, да, там, с сумками, чеснок, бутерброды, курица. Мы могли взять на себя это неприятное. Нет, другое дело, что, смотри, балеты, они же ужасно гибкие и очень компактные. Вот именно, что точно ужасно. Слушайте, я боюсь, что вы сейчас провалите, потому что у нас здесь щель. Давайте, можно чуть-чуть, я вас? Чуть-чуть. Так, вы, значит, по собственному мнению, вопреки Википедии, вопреки Википедии говорите, что в 96-м году вы организовались. Ну, Википедия – это то, что делаем мы сами. Не многие, знаете, берутся перечить. Слушайте, это из друктура. Ну, некоторые себе прибавляют в год, а мы, старые приятели, да, мы имеем право годик срезать. На самом деле, просто в 96-м году был выпущен альбом, и поэтому уместно считать, как бы, началом музыкальной деятельности группы «Старые приятели» в 96-й год. Вот мы вышли, вот мы сапожник, вот наши сапоги. А вот 2012-й год. Вот 2012-й год. Мы начинаем выступление старого приятеля в программе «Профилактика» с «Хитярой». Давайте, да. «Хитяр» с нами? «Хитяр», да. Самолет бумажный залетел в окно. Что-то в жизни важно, если не смешно. Ты помечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Я увидел север, ты узнала юг, мы поймали время и замкнули круг. Мечтай, мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Мечтай, мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Пошутила осень с нами так легко, не возьмет нас ветер под свое крыло. Только ты мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Мечтай, мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Самолет бумажный залетел в окно. Мечтай, мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Мечтай, мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Старый приятель Александр Зарецкий. Все-таки непонятно, сколько сейчас народу-то в коллективе. Так, сейчас посчитаем. За минусом... Без балета. Да, за минусом хора, оркестра четыре человека. Некисло, да? Но это больше, чем у нас. Больше, чем у нашей маленькой группы. В конце 90-х группа и эта песня частности была прям очень сильно на слуху. И это, и новый день календаря прям вот отопсих. Я в этом виноват. Мы вообще без претензий. Мы вообще без претензий. Да, потом такой длительный очень перерыв, когда практически ничего не было слышно широкой аудитории. С чем это было связано? Чем занимались? Распадался коллектив? Не знаю, заново себя... А альбом в 2010-м последний в Украине. Может, это тишина для нас, а вы там, наоборот, бурлили и кипели? Ну, скажем так. Во-первых, конечно, менялись участники, потому что у группы не было работы. Ну, как бы традиционная такая ситуация для музыкантов, которые пытаются вживую петь свои песенки, там, не строят свою музыку как-то под форматы. Ну, это не то, что, знаете, как бы... В то время это были удачные песни, они покатили. Потом мы записывали... Ну, у нас много альбомов. Альбомы четыре, наверное. Четыре вы считали? Да. Вот. И есть песни, которые с этих альбомов тоже попали на радиостанции, крутятся. Но, видимо, людям удобнее ассоциировать группу с какой-то вот такой песней. Конечно. Конечно. Вы знаете, вот смотрите, вот очень интересно, на самом деле, как потом вот судьба... Как в этот момент все происходит? Вот есть группа... Это не про вас речь вообще, но вот это известный образ, понятие группа одного хита. Условно говоря, появляются младшие медведи, клевая команда, отличная солистка, изумительная песня. Они ее поют, они становятся суперзвездами. Это про Любочку сейчас? Любочка, да. Там просто еще есть песни. Может быть. Они объезжают всю страну, они там снимают эти дикие сливки, чувствуют себя реальными звездами. И это правда, потому что в этот момент они реальные звезды. А вот что происходит потом в этот момент? Не в этот момент, а что происходит потом? Вот вы, значит, все, снимаете все сливки, а потом только понимаете, что Пенза уже не зовет. В Сызрэ не звонят. Я вас удивлю очень сильно. На самом деле, когда у нас 9 песен с первого альбома были в жестких ротациях, у нас не было практически никаких гастролей. У нас не было менеджмента никогда толкового. Поэтому, в принципе, сказать о том, что мы снимали все сливки. Мы, конечно, участвовали практически во всех знаковых передачах конца 90-х. Но сказать то, что нас потом преследовало разочарование после того, как мы сняли сливки, нет. Во-первых, я пенки не люблю, и сливки мы тоже не снимали, а просто спокойно двигались и двигались, писали песни, записывались, тихонечко выступали. Были всегда очень рады, если приходили люди, нас слушали. Понятно. А почему такое пренебрежительное отношение к менеджменту, к какому-то промо-пиару? Пренебрежительное? Вы же меня сами спросили, вы не слышали 10 лет о группе. Пренебрежительного просто не было. Я думаю, что если бы... Не было, не нашли специалистов. Самим было без разницы, не хотели. Было что-то такое, что волновало больно. Это же лукавство говорить. Пренебрежительное, может, просто высокомерное? Да, конечно. Мы пишем отличные песни, зачем нам эти дятлы? Да нет, мы, во-первых, молодыми были и особо не задумывались. Мы делали так, как мы делали. Делали то, что должен, и будь что будет. Мы делали то, что могли, и как бы, ну, мы как-то обрастали. Допустим, наши, скажем так, современники, ребята из группы «Мечтать», они попали вообще под жесткий контракт и лишились вообще имени. Нам повезло больше, имя осталось с нами. Поэтому такие были лихие времена, когда неожиданно появлялись шальные деньги, и мы могли записаться. Это вопрос, это вопрос, на самом деле. Вот на одной песне уровня Любочки, или вот той, которую вы сейчас спели, «Васовская любовь», или какой там еще было? Новый день календаря, «Не плачь». Новый день календаря, да. Вот скажите, на одной песне, на одном альбоме можно подняться, чтобы потом, там, некоторое время, десятилетие сидеть, курить сигару на берегу моря, вытянув ноги? Ну, честно, скажите, пожалуйста, Саша. Я думаю, что это неправильный путь. Это не важно, просто скажите, возможно ли это? Технически это возможно? Ну, конечно, конечно, есть куча примеров. Есть группы, у которых, вы знаете, один хит, настоящий, мировой хит. И, естественно, что этот хит, он с одного альбома, правильно же? Да. Например, «Отель Калифорнии», да? Ну, да. «Отель Калифорнии», «Иглз». Ну, конечно, или там «Шокинг Брюз», их «Венера», или «Я лорива». Ну, кстати, «Шокинг Брюз» — там куча великолепных песен. Нет, я разве спорю, но просто есть как бы хит. Ну, да, хит, конечно, «Шизгара», вообще главный хит всех времен народа. А чем вы занимались, когда вот кончились, вот этих сливок-то толком, как вы говорите, не было? Когда и молоко кончилось, да, когда и молоко кончилось, когда группа распадалась? Нет, ну, просто я купил себе дорогой автомобиль, а так я занимался музыкой, точно так же занимался. И записывали песни, сочинял, потом это мне интересно, в институте учился. Ну, как бы, как все. Ну, безуме, нет, ну, вот группа «Мечтать», которая на вашем месте же сидела солист, то он сказал, что он пошел программистом, айтишником там что-то делал. Ну, работал, ну, просто жить. Да, работал, а вы всегда музыкой не изменялись. Не, ну, мне на самом деле сложно, да, мне было сложно как бы перестать писать. И вообще, я всегда как бы чувствовал некую тягу к тому, что вот сочинена песня, ее хочется записать. От тяги сыт не будешь. Тяга не кормит. Ну и что, а по мне, что института не сыт? В сознании не теряет вроде. Саша, а сколько вам лет? 44. 44 года. Видишь, это называется лечебная голодань. Не, просто шикарно выглядит. Да, выглядит, просто мы не привыкли, что в этой студии есть хоть кто-то старше меня, и вот первый человек. Ну, пусть будет сегодня такая необычная ситуация. Фу, сегодня 45-0. У нас есть, у вас есть еще одна песня, и, по-моему, музыкальный директор мне сказал, что она чуть ли не сегодня была написана. Ну, вообще, да, радостное событие. У нас сегодня премьера песни. Мы только вчера отмиксовали, смастерили, и сегодня ее взяли на радио, уже была премьера. Где слушать ее? На одно важное. Да не бойтесь рекламируйте. Рекламируйте, не бойтесь. На Вести ФМ. А, вы имеете в виду, что я не сказал, какая радио санкция? Ну, где слушать? На нашем радио. На нашем радио, Вести ФМ. В этом случае. Так, акустическая версия композиции под названием... Люди летают. Люди летают. Старый приятель Александр Базаревский. Да, потому что не надо бояться летать. Пой, когда на сердце печаль, Верь транзитом блеклые дни. Пой, что встретить утро без слез, Мы легко опять полетим. Знай, ты не одна. Я рядом с небом твоим. Такое бывает, такое случается. Люди летают и в небе встречаются. Такое бывает, такое случается. Люди летают и в небе встречаются. Нам не расплескать этот мир звезд. Поверь, мне хватит на всех слов И нежных поцелуев нужных тебе. Пой, когда на сердце печаль, Верь транзитом блеклые дни. Знай, ты не одна. Я рядом с небом твоим. Такое бывает, такое случается. Люди летают и в небе встречаются. Такое бывает, такое случается. Люди летают и в небе встречаются. Магоничнее. Просто надо бить в цель, прям понимаешь? Вы можете процитирую вашу шутку? Да. Друзья, у нас профессиональный юморист в студии. Смотрите, сейчас я вам процитирую. Обалдеть, можете завтра за свою выдать. Я говорю, послушайте, что прикольное во второй песне говорю про старого приятеля. Там есть мажор, но он такой грустный мажор. Нет, говорит, грустный мажор тот, который Лексус поцарам. Ну, с лета человек работает, понимаешь? Так, Анжелика Левицкая. Хотя так боксеров объявляем. Анжелика Левицкая. Здравствуйте. Сегодня у нас традиция небольшая. Небольшая традиция. Все девушки, которые приходят к нам в гости, бьют Анатолию по лицу. Вы хотите присоединиться и продлить эту традицию? Нет, на полном серьезе. Здравствуйте. Да, туда вот. А что у вас в сумке? И почему вы не побоялись вставлять ее наверху? Мы тоже многие вещи боимся не вставлять. Все здесь. Вам настолько не понравилось? Нет, все с собой. Так, ребят, стоп, стоп, давайте. У нас мало времени. У нас не так часто приходят девушки с сумкой. Что там такое? Это не сумка, а сумочка. Во-первых, это клатч. Клач. Да, клатч. Клач. Докажите, что такое клатч. Садимся на слове клатч. Это клатч? Очень маленькая сумочка. Да. Очень маленькая сумочка. Это барсетка. Для Анатолия. Это мужская клатч. Это мужская, да. Это клатч. Почему? Что там такого важного, что вы прям нигде? Я прям вижу сообщение в какой-нибудь программе криминальной. То есть воры-барсетчники, воры-клачечники совершили налет на машину Анжелики Ливицкой. Типа, не надо, не надо. Да, 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 да. Что у вас там? Ключи от квартиры. Так. От машины. У нас есть квартира, машина. Нет, нет, все понятно, почему она там не оставила. Вы живете географически. Недалеко. Недалеко? Недалеко. Друзья, ну давайте бы уже профессионально себя вести. Анжелика, вы с начальной школы на сцене. Да. Да? Так уж вышло. На сцене, вот вы там, конечно, музыканты или артистки? Что вы там делали вообще на сцене? А, знаешь, было по-разному. Началось все с того, что мама привела в музыкальную школу. И как-то я так упрямо и решила не пойти на фортепиано, а пошла на скрипку. Так. Вот это позиция. Вот это позиция, да. Я сказала, что мне как-то вот больше нравится в танчок. Здесь мы всегда успеем, сказала она, и играла стоя. Сейчас ты сэвалилировал свою же штуку. Да, и сыграла. Мгновенно работала. А после этого меня как-то быстро заметили и в хоре, то есть начали давать тяжелые партии. А вы подпевали, да, когда? Нет, нет, там еще вокал великолепный. А, вокал. Поймал звезду. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, на петлю и не покажите на камеру. Не слушайте, не обращайте. Анжелика, вы можете быстро, как-то вот резко, вот, совсем темпераментно свойственно вам начать. Вот так вот. Привет, ребята, я пришла в эту студию, чтобы покорить вас своим обаянием и красотой. Больше энергии. Давайте. Раз, два, три. А что вам сказать, ребята мои? Сколько вам лет? 24. Так, дальше, 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 дальше. Что, сложно вам без шуточек? Нет, нет. Анжелика, пожалуйста, скажите. Анжелика, что вы будете делать здесь, в этой студии? Годы, годы, ночи, напролет. Напролет. Ну, естественно, я надеюсь, вам ставлю отличную компанию, буду вас поддерживать. Нет, отличную компанию, это понятно. Что вы будете делать? Тихо, тихо, ну-ка. Стоп, внимание. Олег, крупно возьми, пожалуйста, Анжелика. Можешь себе что-то сделать? Я буду делать мммм, за это мы готовы платить. Вы объяснили, в общем, Анжелика у нас сейчас, друзья, соискательница, постался ведущий программы «Профилактика». Значит, вот, ммм, оно было многообещающим и двусмысленным. Вот еще что-то вы будете делать, просто чтобы вы понимали, вот это мы не против. Ну, что-то еще будет в программе? Ваша специализация? Честно говоря, я закончила университет управления по специальности менеджмент строительства и эксплуатации недвижимости. У нас студия немножко, да. Здесь нечего эксплуатировать. Ну, кстати, я бы помогла бы. Чего? Немножко здесь что-нибудь поправить. У вас есть вкус дизайнерский? Да, честно говоря, я в последнее время стала очень сильно увлекаться дизайном и имиджмейкером. Я учусь именно на имиджмейкера, да. С удовольствием бы вас переодела немножко. А что? Дайте по каждому быстренько тогда. Да-да, пробегите. По каждому быстренько? Ну да. Давайте, чтобы максимально мы по-разному выглядели. Давайте, быстро, чтобы так много времени. Да, быстренько. Давай-давай, давай, начнем. Имя. Алексей. Алексей. Алексей, чуть-чуть бы, честно говоря, тебя одела бы в такой стиль, называется гаврош. Когда чуть больше по свободней брючки, когда ты такой немножечко холененький, да, когда рубашечка на выпуск, знаешь, когда такая кепочка. У меня полосатая грудь, мне кажется, это не смотрится. Это Стас Михайлов. Стас Михайлов, ты гаврош? Ты что, ты что, ты что, ты что? Он еще викториальный. Именно вот то, что вот у тебя там что-то есть. Аппаратный, вы поняли, да? Это было бы очень интересно, у тебя даже глаза загорели. И честно говоря, твой взгляд, он этого просит. А вот сюда бы... О, Боже! А то ли бы я снимал на зеленом фоне, причем то ли был бы зеленый. Ты думаешь, что взгляд, он уже настраивает меня, да? Смотри, на самом деле, в лице есть такие черты. И немножко... Довольно, как глупловато, как называется. Это я бы у нас вчера... Немножко зверины, немножко такая агрессия есть. Да, есть, есть. Да, от пони, что они существуют. Смотри, какие вот... Они немножко такие спокойные глазки, но при этом такая агрессия в линиях есть. Но, знаешь... Замолчите. И я бы, честно говоря, не одевала бы человека совсем в серые цвета. Я бы дала чуть-чуть черного, чуть-чуть яркого. А ты почему им говоришь? Потому что Илюха... Нет, я просто... Илюха, Толя, мы просто разбираемся оба, понимаешь? Я бы дала сюда нежные яркости. То есть, когда все-таки цвета не такие... Грустный мажор. Грустный мажор и зеленый гаврош. Спасибо большое. Да, да, да. И меня, Илья, и меня. Давайте. А что здесь? Не, не надо, не надо. Илья, на самом деле, очень хорошо одет. Спасибо. Мне нравится. Поэтому мы общаемся. Мне нравится. Да, все. Мне нравится, честно. Ну что, гаврошик? Может, еще хулиганистый пиджачок еще бы накинула? Хулиганистый пиджачок? Да, все здорово. И капюшон, знаешь, на пиджак такой, когда он выглядывает. Еще раз так делайте. Редактор субтитров А.Семкин